Тем самым идея в том, чтобы триангуляцию n-верно-кум построить по индукции, если имеется n-триангуляции грани n-мерного куба, имеющих общую вершину, то конус над ними это триангуляция n-1-мерного куба. Но, конечно, чтобы эту коническую конструкцию сделать, нам нужны триангуляции вот этих граней, которые согласованы на пересечениях. Здесь пересечения совсем простые, это точка и отрезки, а в более многомерном случае, конечно, пересечения будут более сложные. Ну да, нужно, конечно, аккуратно говорить, опять же, аккуратно задавать это формулами, как именно мы ведём индукцию. то есть нужно, ну, имеется вершина общая для этих граней, да, вот я её беленькой нарисую, и тогда нужно брать, так сказать, вот для индуктивной триангуляции вот этой грани, нужно брать вот такую вершину, противоположную вот этой, да, то есть берём три противоположные. Естественно, там все эти слова противоположные, они комбинаторно или там алгебраически записываются. Для построения трангуляции вот этих вот двух кубов нужно брать вершину противоположную вот этой. Если мы индуктивную процедуру делаем именно так, тогда получается. То есть да, или более аккуратно мы должны говорить не просто про триангуляцию n-мерного куба, а про триангуляцию занумерованного n-мерного куба, да. То есть не просто, а тогда нужно будет аккуратно сказать, как именно нумеруются эти грани, чтобы получить трангуляцию нужного занумерованного куба. Понятно? Ну и видимо именно это тут и сделано, да? Хорошо. Так, значит, тогда... А, собственно, мы ещё не закончили разбор, но давайте остаток разбора на камеру тоже проведём, тоже это полезно, и вам, и вашим потомкам будет. Значит, 8-1-5 важные задачи, но правда, как всегда, все трудные задачи, они оказываются лёгкими после того, как мы разобрали то, что для них нужно. Значит, пожалуйста, Михаил, 8-1-5-А. А, наоборот, Степан, 8-1-5-А, Михаил, 8-1-5-Б. А. Продолжение следует... Иван Смирнов 831F Почему-то не все сделали, прошу разобрать Иван Смирнов 831F Пожалуйста, из 831 нужно ли что-то разобрать? Или все у всех получилось? Разные... Я вижу, что мы опять фиксируем некоторую ориентацию на сфере Что такое ориентация? Ну, смирная ориентация Набор касательных векторов В смысле, выбор баис в касательном пространстве? Ну, это кубы Что? Кубы Еще раз, что? Это же кубы А, ну... Хорошо, у кубов есть ориентация на каждой грани Они должны быть согласованы вдоль веном сегмента Так, ладно, значит, до 831 мы не разбираем Я там приведу соответствие Как-то вы, видимо, просто по-разному поняли, что записывать Так... Значит... Да, про отображение из ЦП1 в ЦП1 я расскажу Значит, 833... А, 833, что-то уже почему-то не все Артур Бекеев, пожалуйста, 833... А, а 453 ты рассказал? Нет, да... 453 в первую очередь И еще 833... Георгий Потапов, 834... Алексей Василевский, 837... Не имеет линия? Что? Не имеет линия? Что такое линия? Там нужно доказать эквивалент... Ну, у нас было 20, конечно, в отделении с ЦП1 у нас А, ну... Ну, давай смотри Да, я не знаю Нет, я не знаю Гладкого не было, вроде бы, на самом деле Так, скорее, гладко это дополнительный материал Для тех, кто понимает, там интересно Основной линейный, да Кусочный линейный Поехали! 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 Продолжение следует... 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 такой окрестности, что она является образом непрерывно дифференцируемого объективного отображения из квадрата. Ну, предположим, что такое отображение есть. Заметим, что в любой точке этого подконусика его градиент будет лежать в этой плоскости, в касательной плоскости. И будет не нулевым. То есть этот вектор направлен куда-то вверх. Но градиент... Ну, вверх и вбок, да. Но с другой стороны у нас отображение непрерывно дифференцируемо, значит градиент непрерывно зависит от точки. Тут в любой окрестности вершины есть точка, в которую он отправлен в соответствующем вот таком направлении касательном. Ну, и тогда получается, что в этой точке он с одной стороны обязан быть направлено куда-то вверх с наклоном. Ну, в общем, такого не может быть, потому что градиент непрерывно зависит от точки, а на каждой градиент отображения, которое мы предположили существует. Ну, ладно. В личной более привычной ее производной называют, да? Ну, производной, да. Потому что так были понятны, что производной директор, а... Ну, в парольных товаров производных товаров, да? А что такое непрерывное зависит от того? Нет, ну, чтобы... Ну, если мы упрощенно задаем производную парольных товаров, там, за счет выбора стартапного байса здесь, да? Например, вот такое непрерывное зависит от парольных товаров то есть, ну, как бы, к решению пока невозможно на запрос, потому что самоначал неправильный, да? Будем рассматривать производную этого изображения. В любой точке, кроме вершины, эти два вектора лежат в касательной плоскости в этой точке. С другой стороны, они непрерывно зависят от точки, поэтому в вершине они одновременно должны лежать во всех таких возможных касательных плоскостях. Ну, и возникает противоречие. Да, сразу, наверное. Нужно доказать, что... Сейчас... Отображение может иметь любую степень. Построим отображение степени D, где D положительно сначала. Вот. Давайте возьмем трехмерный куб. Из основания вырежем вот так треугольник ABC и построим отображение следующим образом. На ABC оставим его тождественным. А отображение будет переводить куб... Сейчас... Поверхность куба... Ну, это у нас просто S2P. В этот треугольник. На этом треугольнике оно будет тождественным. Эту вершину мы переведем в точку С и продлим тут линейно на этот треугольник. То есть этот треугольничек приходит в эту грань. В этот отрезок. В верхнюю грань мы вот так вот хитро разобьем, триангулируем, и на каждом переведем соответствующие вершины и продлим линейно. Вот у нас получилось что-то такое. Но и на оставшиеся грани продлим по линейности так, чтобы вся эта грань переходила куда-то внутрь отрезка АВ, это внутрь отрезка АС, это внутрь отрезка ВС, это просто точка С. Вот этот треугольник АВС на основании. Ну, смотрите, у нас берем точку Y, ищем про образ. Сейчас, я пока не понимаю, как там продлиться, давайте я просто здесь попытаюсь рассказать, чтобы понять быстрее, о чем ошибка. Заходим, если мы там какие-то картинки снимем, вот давай тоже самое, по этой упражнению просто разобьем. Аналогичная конструкция, в два раза в два проходит, то есть разрушение вверх. Значит, пока послушаем следы, а, если вам готово. Значит, что-то очень разумно пишется там. Готовы, пока нет? Не тратится. Он должен так окончать, потому что наше время не тратится. то есть, значит, восемь тысяч четырёх, по какую-то... Так. У нас есть кусочное линейное отображение G, ну, кусочное линейное отображение G из... ну, кусочное линейное сферы вверху не уже. Ээээ... рассматриваются два некоторых регулярных значений этого отображения и регулярный путь, соединяющие G и G и G. Это регулярные значения. Ээ... Требуется доказать, что manejoсть steam образовав этого регулярного пяти конечных. У нас имеется отображение измеренности первого мер, мы берем одномерного, мы берем одномерное, обычно одномерное, обычно бесконечное. Что-то изменило. Неверно, что бесконечное. То есть бесконечное и бесконечное не так, наш точек, наш слон. Можно сказать, грамотно симулируется. А, да, передай, пожалуйста, я беру микрофон, прошу сказать правильный вырок, он нам записывает правильный, если знать, минус стереть неправильную формулу на скейтинге. Да, естественно. Да, это разная точка, прошу Степана, речьте послушать, на ней все остальные будут держаться, все остальные степени будут держаться. если смотреть. Неверный, смотри, верный писать не должен, но хотя бы, можно произнести, можно. Ну, можно и записать. Ой, прошу прощения. Ну, тогда полный прообраз регулярного пути L представим как объединение некоторого конечного числа ломаных. Нет, нет, там написано это. Их концы нужно найти. Ну, да, их… Ну, концы которых лежат в, ну, в прообразах… с концами… Ну, с концами, соответственно, в прообразах регулярных значений y1 и y2. Так. Ну, представим путь L как… Ну, по сути, это главный. Мы ее можем при необходимости подразбить так, чтобы никакое звено не пересекало по своим внутренним точкам границы симплексов триангуляции. Ну, в таком случае для… Ну, прообраз каждого звена… Такого представим как некоторое конечное множество отрезков… И… Ну, соответственно, можно рассмотреть объединение всех… Ну, всех этих прообразов. Оно также будет представим как объединение конечного множества отрезков и… ломаные, лежащие в этом прообразе, соответственно, также будут представимы как объединение некоторых этих прообразов отрезков. Ну, у нас все рассматриваем множество отрезков конечное, значит, соответственно, ну, возможных их объединений тоже конечное число, и, соответственно, самих ломаных, которые представляются их объединениями, так же конечное число. То, что в конце там объединение далеко проверяется, да? Угу. Хорошо. Давайте опять по-другому скажу. Ну, понятно, что опять этот пункт, эта задача нужна для того, чтобы доказывать независимость степени от выбора регулярного значения. Понятно, что достаточно доказать независимость от выбора регулярного значения, только для двух регулярных значений, находящихся в соседних гранях триангуляции, да? Вот. Поэтому, если бы, как бы, ну, кто-то из вас сказал, что вот не буду решать ту задачу, которую в книжке, да, а докажу гораздо более слабую, так сказать, докажу то же самое только для двух точек Y1 и Y2, лежащих в двух соседних симплексах триангуляции, и только для такого прямолинейного отрезка их соединяющего, естественно, я бы как бы за это, ну, за доказательство более слабого факта не понизил бы баллы, наоборот, повысил, да, потому что человек сообразил, что вот такого более слабого факта достаточно для применения, да? Смотрите, я что-то нарисую, чтобы как-то это лучше запомнилось. Вот. Итак, в принципе, если заботиться о применениях, то вообще можно считать, что точка Y1 и Y2 в соседних симплексах, да, а путь L, который их соединяющий, просто вот такой вот, да? Ну, и для этого, естественно, как бы очевидно то, что нужно доказать, да? Ну, на самом-то деле, не только для применений достаточно этого, да, но и для доказательства общего факта про произвольный путь достаточно вот такого частного случая, потому что, ну, если имеется какой-то сложный путь, то мы его на вот такие простейшие разобьём, да, докажем для каждого кусочка нужное утверждение по отдельности, ну, а потом как бы склеим, так сказать, соответствующее объединение ломаных и получим нужное объединение ломаных для всего большого пути. Понятно? Хорошо. Так, Степан, готово? Давайте. Так, ну, ТЭЦ переводит прямоугольный координат сиферический. Вы пишите ТЭЦ двоеточие отображений, но нет, не так, отдельно, внизу, да? ТЭЦ двоеточие в каком-нибудь стороне. Такие сферу-сферу. А, не сферу-сферу. И КВСК. Ну, это просто углы на сфере? Да, это как бы некоторые системы координат. А именно та какая-то. ТЭТ от УВ1 УК. Сферу-сферу-сферу. Сфера-сферу-сферу-сферу. Да. Здесь координат. Так, возьмем вот такую гомотопию. Теперь мы можем построить отображение сферы в сферу как? И тут в камерную сферу, тут ванмерную, чуть-чуть не то, несоответственно. Так, сейчас у нас же переводит камерную сферу ванмерную. У нас же же переводило камерную кусочную линейную сферу ванмерную кусочную линейную. Ну то есть надо бы… Да, так. Хорошо. Почему h1? Потому что тета при h равной единице все эти точки просто будет самая верхняя точка сферы. Ну, при переходе через тета мы получим просто точку 1, 0, 0 при этом угле. h1 как бы от u1 и так далее, uk и… Нет. И так будет? Здесь 0, здесь 1. Нет. Унесут 0, потому что равна единица, да? А верху будет u1, ну… На примере если нет, на верху будет u1 и так далее… Нет, в смысле это тета от u1, uk-1, 0, равно… Вот этому кажется. То есть тета равно этому, а h будет равно не вот этому, но от того, что… Да, поэтому это будет констант. Теперь нам надо построить отображение из сферы в сферу через этаж. Мы просто возьмем какую-то точку на сфере, возьмем какие-нибудь сферические координаты и возьмем… то есть stt в точке х равно htt от θ в минус 1 х. Но θ в минус 1 неоднозначно. Мы можем взять любое отображение, проверить его корректность. По той же причине будет корректность. Ну, и все. Это гомотопия. Хорошо. Есть вопросы? Так, значит, тогда давайте спринем. Дальше уже… Осталось совсем новое время. Мы прокомментили некоторые домашние значения. Указание к новым дам. Натур мне покажут свое решение потом в перерыве. В перерыве, да. Так, как строить отображение степени D. А деморации для любой размер? Да, там же есть… Да, соглашение такое, что имеется в виду для любой размерности, то если сделали для трёхмерного случая, то есть для двумерной сферы, то этого достаточно. Соответственно, я для двумерного и расскажу. Тут просто рассуждения таковы, что они просто переносятся на многомерный случай. Ну, может быть, там с треангуляцией куба не так просто, да, но, так сказать, переносятся. Вот. Ну, для этого давайте я сначала построю кусочнолинейное отображение из окружности… Ну, из одномерной кусочнолинейной окружности степени D. Вот. Ну, что я для этого сделаю? Просто я возьму, как бы, D-кратную намотку, да. Значит, я возьму вот такое отображение π в минус первой Wπ, то есть это уже будет отображение из квадрата в квадрат, да. Как мы знаем, оно не кусочнолинейное, да. Но я возьму псевдо такое отображение. То есть я возьму достаточно мелкую триангуляцию этой одномерной кусочнолинейной окружности, да, так, чтобы каждый отрезочек переводился бы, ну, в одну грань из углов, да. Я рассмотрю образ вершины этой триангуляции при вот таком отображении и продолжу по кусочнолинейности, то есть продолжу по линейности. Давайте как-то я это обозначу, да, то есть кусочнолинейное отображение ассоциированное, построенное по такому некусочнолинейному. Тогда у такого кусочнолинейного отображения степень будет d, очевидно, да. Ну, и как бы эта же идея работает дальше. Ну, в принципе, может быть даже, ну, в принципе, она, конечно, работает, да, то есть как строить, да, неформально говоря, как строить отображение из двумерной сферы в двумерную сферу степени d. Я возьму отображение из окружности в окружность степени d, да, и над ним возьму надстройку, то есть я представлю двумерную сферу, как объединение двух конусов над окружностью, да, и, так сказать, ну, точку x, t надстройки переведу в точку, как там, f от x, запятая t вот этой надстройки. Ну, конечно, при t равном единице или при t равном минус единице, ну, там, нужно факторизацию сделать, да, это же не есть прямое произведение. Ну, как бы, то, что мы здесь факторизуем в точку, и здесь тоже профакторизуется, поэтому отображение будет корректно определено. Вот. Нормально? Ну, может быть, всё-таки даже показать. Страшно удобная запись — это представление надстройки в виде... Давайте я для конуса расскажу, а для надстройки вы уже сами сообразите, как это делать. Страшно удобная запись для точки надстройки — это вот такая, ну, альфа x плюс бета на c, плюс вот такой пишут. Давайте так лучше, tx плюс единице минус t на c. Вот. Ну, она, как бы, даже более длинная, да, но у этой записи есть очень интересный вероятностный смысл, да, то есть точка конуса — это, как бы, ну, точка, которая принимает вот такое значение с вероятностью t и вот такое значение с вероятностью единицы минус t, да, то есть это вершина конуса с некоторой вероятностью или точка основания с противоположной вероятностью. Вот. И при такой записи совершенно ясно, что при t равном нулю, да, неважно, какая точка на основании, да, то есть, как бы, при t равном нулю все точки на основании склеиваются, это и отвечает склейке вершины конуса. Может быть, чтобы было более красиво, нужно вот так написать, тут единица минус t, а тут t. Ну, то есть формальный смысл, там, этому не очень разумно придавать, такое вероятность пространства строить, ни к чему, но просто вот использовать такую запись очень удобно. Соответственно, в этих координатах отображение вот такое, да, ну, вот такое отображение с надстройкой строится. Ну и что? Значит, тогда, если имеется кусочное линейное отображение, из пути, из цикла с большим количеством вершин, с некоторым количеством вершин, то получается кусочное линейное отображение из надстройки над ним, да. Вот. Но осталось доказать, что надстройка над таким циклом, кусочный линейный гомеоморф на двумерной кусочной линейной сфере, да, то есть поверхность куба. Вот. Но это несложно сделать, ну, как бы тут, конечно, некоторые в этом есть рассуждения. Ну, и, наверное, так правильно. Вот. Ну, или можно как-то пытаться эту же надстройку, так сказать, ну, без явного выписывания, безъявного построения этого гомеоморфизма кусочного линейного, как-то на поверхности куба реализовать. То есть говорить, что вот поверхность куба, дескать, да, мы вот на этом экваторе возьмём отображение степени D, а потом как-то, так сказать, ну, скажем, всю верхнюю грань отправим в точку на верхней грани, с такого же куба, но в образе, да. Ну, и каждый вот такой вот отрезок отправим как-то вот в такой отрезок, да. То есть можно эту же конструкцию надстройки, не упминая явно её, реализовать сразу как отображение из домерного куба в домерный куб. Вот так. Так, значит, ещё был вопрос про то, что же такое отображение, что же такое возведение в квадрат из cp1 в cp1. Ну, вроде бы cp1 — это есть множество пар комплексных чисел, да, я как уж в стандартном виде напишу x2y, это множество порядочных пар с точностью до умножения на нидеревое комплексное число. Ну, так можно каждый элемент пары взвести в квадрат, да. Значит, получится корректное определённое отображение отсюда сюда. Нет? Вот это как бы у него-то степень нужно вычислить, ну, и здесь я принимаю решение на интуитивном уровне строгости, ну, или, так сказать, на гладком языке для тех, для того, для кого этот гладкий язык доступен. Вот, кстати, напомните мне... А, ну, собственно, напомните мне, что мы разобрали в следующий раз... Нет, это разобрали. Вот. Давайте мы посмотрим на c в квадрате, то есть на четырёхмерное пространство, представленное как квадрат двумерного комплекса, ну, как квадрат комплексной плоскости. Давайте мы посмотрим здесь на кривую заданное уравнение x квадрат равно y в кубе. Соответственно, задача является ли подмножество, заданное вот таким уравнением, под многообразием. Значит, я, так сказать, ну, у вас не получится по-настоящему решить эту задачу, но, по крайней мере, подумать про неё пять минут и напомнить, чтобы я в следующий раз её разобрал, я предлагаю. Вот. Что? Теперь давайте кусочек нового материала. Ну, во-первых, свойства степени, почему степень определена корректно, то есть почему она не зависит от выбора регулярного значения и почему не меняется при гомотопности. Ну, тут картиночку такую полезно нарисовать. Значит, я... Ну, хорошо. Даже сначала, наверное, просто двумерную сферу нарисую. Значит, вот два регулярных значения, можно считать, что они очень близкие, то есть в соседних симплексах. Значит, тогда посмотрим на их прообраз. у первого регулярного значения, давайте я синеньким отмечу прообразом, а у второго регулярного значения красненьким. Посмотрим на путь, соединяющий две эти точки. Ну, соответственно, можно путь очень хорошим брать, то есть просто вот таким, да? Значит, тогда его прообразы — это ломанные, соединяющие точки в образе. Ну, и сразу понятно, что фиолетовых точек и розовых одна и та же чётность. Потому что если разная чётность, то у любого конечного количества пути чётное количество концов получится противоречие. То есть мы уже доказали, что степень по модулю 2 не зависит от выбора регулярного значения. Как же доказать, что сама степень как целое число не зависит? Значит, давайте посмотрим. Если у нас имеется в трёхмерном пространстве две плоскости, которые пересекаются прямой, да? Пусть имеется ориентация на этой плоскости и ориентация на этой плоскости, тогда я утверждаю, что на этом пересечении имеется ориентация, которая очень красиво, естественно, определяется. Как? Значит, я беру произвольное направление здесь и хочу сказать, положительное оно или нет. Как я это выясняю? Значит, я дополняю это направление до положительного репера в этой плоскости. Значит, вращение такое, поэтому правильно. Дополняю это направление до положительного репера. Значит, так, упорядоченная пара EF – это положительный репер в такой плоскости. Упорядоченная пара EG – это положительный репер в нижней плоскости. Но чтобы было правильно, нужно как бы вектор G направить в ту противоположную сторону, в невидимую, но стало быть, я получил упорядоченную тройку EFG. Если это положительный байос трёхмерного пространства, то вектор E я выбрал правильно. Если отрицательный, то я должен заменить E на противоположный, тогда и F и G заменятся на противоположный. У этой тройки знак изменится, и она станет положительным байосом трёхмерного пространства. Так что вот так вот при наличии ориентации на двух плоскостях вводится ориентация на их пересечении. Да, при наличии ориентации на двух плоскостях и упорядочении этих плоскостей. Мне важно, что одна плоскость первая, а другая вторая. Иначе бы я не смог определить. Ну, то же самое здесь. На самом деле на этих кривых можно ввести ориентацию очень похожим способом. Точнее, любой ориентации на этом отрезочке можно ввести так ориентацию на этих всех отрезочках. чтобы каждый отрезок... Это, конечно, так, надо поаккуратнее, чтобы не доказать, не означая, что их равное количество, прообразов. Да, это, конечно, не так. То есть вот такие вот кривые тоже могут быть. А, ну да, собственно, каждый отрезочек выходит либо из красной точки со знаком плюс один, либо из синей точки со знаком минус один. Соответственно, каждое ломанное входит либо в красную точку со знаком минус один, либо в синюю точку со знаком плюс один. И вот уже из этого будет вытекать, что не просто синих и розовых одинаковое количество по модулю 2, а как бы сумма их знаков одинаковая. А теперь дальше. Ну, следующая вещь, это доказательство независимости. Да, доказательство того, что степень не меняется при гомотопности, на самом-то деле совершенно аналогично вот этому рассуждению. То есть не два доказательства, а фактически одно. Значит, давайте я нарисую отображение в окружность, точнее, гомотопию отображения сферы. Значит, вот это я буду представлять себе как S2-корристоотрезок. S2 изображается окружностью, а это просто S2. Значит, вот тогда оказывается, что можно выбрать не просто регулярное значение, которое будет регулярным одновременно и для этого отображения, и для этого, а таким ещё, который будет регулярным и относительно всей гомотопии. Ну, что это такое? Собственно, слово регулярность, это в некотором смысле синоним слова общего положения. Мы выбираем точку с хорошими свойствами. Насколько хорошими, ну, и попробуйте догадаться сами, там это в условиях аккуратно написано. Ну, то есть смысл этой хорошести в том, чтобы прообраз этой точки при всей гомотопии был бы несвязанным объединением ломаных. Причём ломанные могут быть замкнутые, могут быть замкнутые, могут быть незамкнутые, но обязательно, чтобы концы этих ломаных были бы прообразами этого регулярного значения либо при первом отображении, либо при втором. И тогда сразу ясно, что чётность одинакова здесь и здесь. Ну, а если на этих ломаных ещё и ориентации ввести с нужными условиями, то будет понятно, что и сумма со знаками одинакова. Значит, вот так примерно доказывается инвариантность степени при гомотопности. Ну, значит, есть ещё и более хитрая вещь. Оказывается, что степень — это полный вариант гомотопности, то есть если у двух отображений из двумерной сферы в двумерную сферу степени равны, то отображение гомотопное. Но доказывается, это совсем не так, как для одномерного случая. Там какое-то накрытие строилось, помните, там всё было очень красиво, просто. Здесь по-другому, но тоже можно довольно просто доказать. Вот. Значит, давайте мы введём некоторые такие отображения пантрягинские, при помощи которых удобно вычислять степень и доказывать, что она полная. Значит, отображение из двумерной сферы в двумерную сферу называется пантрягинским, если оно устроено так. Если на сфере имеется конечное количество дисков, таких дополнений до дисков всё-всё-всё отображается, скажем, в южный полюс, центр каждого диска отображается в северный полюс, и, соответственно, радиусы дисков отображаются в меридианы, соединяющие северный полюс с южным. Ну понятно, да, так что каждый диск обволакивает сферу, центр диска переходит в северный полюс, граница в южный, диск обволакивает сферу, это обволакивание просто можно формовой задать. Скажите, пожалуйста, как вычислять степень пантрягинского отображения? Очень просто, просто нужно для каждого диска посмотреть, сохраняется или меняется ориентация для сужения отображения на этом диске и просуммировать единицы или минус единицы. Соответственно, план такой, что, во-первых, доказать, что... Давайте я план не буду рассказывать, к сожалению, уже время вышло, расскажу только, почему любое отображение гомотопно-пантрягинскому. Ну смотрите, пусть имеется произвольное отображение сферы в сферу, давайте мы возьмём у него регулярное значение, его прообразы. Тогда прообразы окружим маленькими дисками, не пересекающимися. То есть, конечно, неверно, что дополнение переводится в точку, противоположную нашему регулярному значению. Но ввиду того, что отображение это наше... Да, наше отображение непрерывное, но его можно приблизить либо гладким, либо кусочнолинейным, и тогда в окрестности каждого прообраза точки Y оно будет устроено примерно так. Примерно так означает, что отличается от такого меньше, чем на 1,1, а такие отображения гомотопны. Отображение в сферу, отличающиеся меньше, чем на 1,1, гомотопны. Поэтому мы на каждом диске прогомотопируем отображение к такому, как и надо, а потом никто нам не помешает весь остаток отобразить в противоположную точку и сделать так, чтобы это было согласовано с гомотопией и всего остального. Спасибо. На этом закончим. Субтитры создавал DimaTorzok